На вопросы о том, сколько же крымчан проголосовали на выборах в Госдуму России, самопровозглашенный глава ЦИКрыма ответил, такие данные будут опубликованы только после объявления результатов выборов. Об этом рассказал эксперт Украинского независимого центра политических исследований Юлия Тищенко. Ситуацию с наблюдателями оккупанты довели до полного абсурда. Например, в Ялте на участок привезли семейную пару немецких туристов, которые пообещали по возвращению в Баден-Баден рассказать всем о легитимности проведения выборов в Крыму. Моніторы были такие. Например, туристы из Баден-Бадена, которые в Ялте заехали. Это абсолютно реальные истории, которые рассказывают этим же крымским выборчиком. Они заехали на выборчий участок, подивились, что выборы проходят очень спокойно. Ну и означали, что полная демократия и заход нужно повчитывать таким прекрасным стандартом. Несмотря на то, что МИД Украины сделал заявление о том, что выборы в Крыму делают Госдуму России нелегитимны, эксперты сходятся во мнении, что большинство стран все-таки признает состав российского парламента легитимным, но только частично. Руко неподдаваемыми будут те депутаты, которые из Крыма, которые фактически были, ну, они, думаю, уже все обраны. Они вообще под санкциями находятся. То есть, ну, как бы, мне сложно увидеть их отведение, там, этих важных структур, про которые я говорила. А Украина тем временем планирует передать международным партнерам перечень лиц, причастных к организации так называемых выборов в Крыму для включения их в санкционные списки. Продолжение следует...